друзья всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели фактически еще один забег на пять дней завершён нужно собраться силами потому что два этих дня будут не менее интересные чем прошлый сегодня кстати день интересен потому что много отчетов и эти отчеты будут касаться тех активов которыми мы друзья с вами активно торгуем ну давайте по порядку начнем с рынка нефти 2506 бренд это котировки которые мы видим сейчас нефть восстановилась хорошо то что удалось пофикситься львиной частью позиции накануне но друзья то что сейчас пошел рост это не значит то что рынок развернулся сейчас объясню что стала катализатором этой восходящей динамики повторюсь у меня еще небольшой объемчик висит на продаже и как и обещал я буду транслировать продолжать идею того какие ожидания есть у меня по этому рынку это наверное будет важно для тех кто продолжает держать короткие позиции считаю что из-за того что новостной фонд в целом не изменился бренд и дабы тя еще не достигли своего дна фактического физического психологического неважно какого падение спроса на нефть рост предложения все это ранее привело к колоссальному затовариванию складов и хранилищ которые были предназначены для того чтобы там держали нефти помните эту понедельничную историю с июньским точнее с майским фьючерсом когда цены проваливались далеко вниз до отрицательной территории кстати можете если кому интересно посмотреть с какого рода ситуация столкнулись многие трейдеры которые работали например на а биржах может быть на российской бирже ммвб я думаю что эти истории будут интересны а те кто для тех особенно кто пытался купить и работал именно с фондовыми активами или скажем так в последний момент приняли решение все-таки работать с севди и инструментами они с активами с реальной а поставкой те факторы которые сейчас озвучил падение спроса рост предложения это причина сокращение свободных мощностей для охранения нефть в прямом смысле друзья никому не нужны продавцы понимая это и понимает что если они не избавятся от контрактов от нефти им придется самим собственно держать эту нефтянку а сейчас держать ее это скажем те действия которые сопряжены с колоссальными расходами избавляются предоставляют колоссальные скидки и вот все это привело опять же к динамике майского фьючерса хорошо что мы сейчас пришли уже на другие контракты то что делают трейдеры сейчас точнее скажем производители производители еще могут рассчитывать на то то есть надеяться что ситуация в будущем улучшится поэтому где-то в глубине души у них срабатывает мотиважка что лучше нефть еще подержать но это приводит лишь к тому что нисходящая динамика на рынке усиливается потому что чем дольше нефть скажем так находится без движения то есть находится на складах аккумулируется там тем меньше свободных ресурсов в принципе для нее мест остается на данный момент друзья только вдумайтесь в эту цифру невостребованными являются 15 миллионов баррелей а в сутки вчера запасы нефти сша от администрации аналитической информации это все опять же в догонку того что сейчас рассказал увеличились на 15 миллионов баррелей это доказывает тот факт что мировая экономика на текущем этапе своего а скажем развития не нуждается в нефти и эта тенденция будет действовать до тех пор пока ситуация в ней не изменится прежде всего до тех пор пока не удастся полностью побороть пандемию коронавируса открыть границы и перезапустить собственно работу региональных экономик ну что же все-таки вчера выступила катализатором для роста котировок нефти мне очень понравилась друзья фраза что трамп снова помог рынку нефти но в данном случае тонущий рынок нефти спасли пушки военно-морского флота сша то есть фактически трамп вчера приказал именно американскому военному контингенту в персидском заливе топить в случае опасного сближения иранские суда персидский залив тема конечно же горячая ближневосточный это вообще транспортный узел хаб который отвечает за треть мировых экспортных поставок поэтому в любом случае если тема ближнего востока где-то фигурирует в плане сводок усиление геополитической напряженности и риск военного столкновения это провоцирует рост котировок нефти но временное явление безусловно потому что всем прекрасно понимаем что наверное до открытого военного столкновения все-таки дело не дойдет но факт остается фактом вот такой комментарий трампа еще раз возвращает нас к идее того что этот человек к своей риторикой реально формирует тренды и импульсы которые проявляются на всех финансовых площадках резюмируем друзья все-таки пока что потенциал для снижения еще есть и я рекомендуем к длинным позициям пока только лишь присматриваться но не начинать все действовать вот будут сигналы я их дам индекс американского доллара 100 и 5 впереди у нас данные по заявкам на пособие по безработице в 15-30 сегодня ожидается прирост на чудовищную цифру больше 16 миллионов и фактически можно будет сказать что если эти ожидания оправдаются то друзья количество безработных штатах за месяц и две недели перевалит за 30 миллионов человек это страшная цифра это то что усилит панику на площадках а панические настроения лучше пересиживать защиту вот поэтому я рекомендую покупать американский доллар евро против доллара 1 0 8 12 сегодня важный день очень скоро в 10.30 выйдут данные по индексу производственной активности германии в 11.00 по индексу производственной активности еврозоны ожидания слабые посмотрите на отчеты ну они не могут быть сильными и более-менее хорошими сейчас мы будем свидетелями даже вот в этом месяце в следующем обновлении рекордных минимумов друзья это должно приводить к усилению распродажа европейской валюты хорошо то что евро сейчас вот топчется на поддержке 1 0 8 и окажется скоро ниже молодцы что держите короткие позиции увидим как нам рекомендовали голлман с акции bank of america и 107 и 106 также сегодня встреча евро на группы весь день будем ждать комментарии обсуждают конечно же выделение нового пакета финансовой помощи даже если согласуют транш в 1 триллион евро я правда в этом сомневаюсь это все равно будет недостаточно друзья поэтому я позитива не жду и здесь фон против доллара 1 2333 также важный день в 11.30 выйдут данные по производственной активности и по сфере услуг также смотрим на ожидания прогнозы крайне удручающие особенно должна подвести сферу услуг там скорее всего мы увидим рекордный минимум сферу услуг повторюсь тех кто забыл это важнее показатель чем промпроизводства потому что сфера услуг отвечает за 80 процентов экономического роста ну и завтра еще и пресс-конференция мишеля брони где мы ждем отсутствие точно отсутствие позитива по переговорческому процессу брэкзите поэтому с текущих уровней я думаю что мы можем продолжить снижение добраться до планки 1 20 золото друзья растет 1712 ближайшая цель 1750 идея прежней я думаю вы все прекрасно понимаете что доллар золото это как раз те активы которые сейчас обязательно стоит держать своем инвест портфеле потому что эта защита позволяющая пересиживать все вот эти рыночные форс-мажор и факт значительной неопределенности на площадках всем спасибо за внимание всего доброго до свидания до свидания